Мы проиграли сегодня в хорошей команде, которая ставит самые высокие цели для себя. Но, тем не менее, я поблагодарил своих ребят за то, что сражались до конца, пытались играть, и целенаправленно в первом тайме делали акцент на оборону, рассчитывая на быстрые атлетные атаки. Атлет инициатива хозяев. В втором тайме, пропустив мяч, не сразу перестроились, но, тем не менее, пытались как могли переваривать этот матч, но, к сожалению, не получилось. В принципе, по первому тайму было несколько раз некоторые моменты, несколько моментов, когда мы не успевали подбирать мячи, которые после борьбы в центральной зоне, вблизи нашей штрафной. И один из таких эпизодов, в начале второго тайма, привел молодых. В общем-то, старались грамотно, организованно обороняться, но в подборах сегодня мы не совсем справились, иногда не успевали. И, естественно, учитывая то, что мы где-то не успевали подбирать мячи, то соперник начал больше загружать своих нападающих, имея в составе такого игрока, как Антипенко, грех этим не воспользоваться. И один из подборов, опять же, забит. Победа всегда приятна будет, тем более на той ситуации, в которой мы находимся, естественно, нам нельзя терять очки. Что касается качества, ну, в общем-то, ну, что-то не оправдание банальное, но, я могу сказать, что, конечно, фоль не позволял играть в конденсационный футбол, и пока мы не перестроились, не упростили игру, в общем-то, в общем, добились определенные преимущества, потому что мы имели ростовые преимущества в линии атаки, в общем-то, расчет был в перерыве, скорректировали, чтобы держать больше фланговых передач, пусть это не статично, пусть это не красиво, к сожалению, но, к сожалению, если мы продолжали играть как в первом тайме, нам сложно, в общем-то, и скрыть обороны, потому что, еще раз говорю, поле не позволяло, естественно, перестроиться, но мы перестроились, и, в общем-то, как раз забили так, как это говорили, ну, еще были моменты, конечно, но, как-то, на самом деле, веселье, как это было, конечно, до конца, но, тем не менее, выиграли, хотя соперник общественно не создавал каких-то моментов, пожалуйста, вопрос, поле, в принципе, нормально было, поле, в принципе, не нормально, я скажу так, нормальное для этого времени года, неплохое время, я ожидал, что будет гораздо хуже поле, но и мы готовились, в сезоне много было разговоров, еще раз говорю, есть такое правило, в принципе, поле диктует правила игры, если хочешь футбол пытаться, то можно играть как вбол, на этом поле можно выиграть только так, это длинные передачи, это подбор, это заработать футбол, заработать угловой и выиграть за тот момент, то есть, разыграть, комбинационный футбол играть на этом поле достаточно сложно, в счет на того, что соперник сел в глубокую оборону, насыщенный оборону, вскрытие утяжелых, будет другой поле, когда играть в другую футбол, нам нужно очки надо, там нельзя давать фору, отставать, наоборот, от фору надо, наверстывать, как говорится, самим брать очки и ждать осечек соперника, если думать о том, что происходит, сейчас посмотрим, как сможем сыграть, в смысле, что может быть у арсенала, что может быть у английского, я думаю, наша задача простая, надо брать максимально количество очков, рассчитывать, что сокол потеряет очки, но не только на этом, других проектов нет, если все игры, сокол играет одну, то сокол у нас обходится Показалось, что Шарипов, так и вот вы его называли в числе плеймекера в потенциальных, но как бы он потерялся, не нашел свое место в середине поля А он на этом поле не нашел, Шарипов игрок, который достаточно, ну как говорится, Шарипов не тот игрок, который уже пройдет На хорошем поле Шарипов интересный игрок, думающий игрок, который умеет вести игру, умеет последний пас, на этом поле еще, простите, банально повторяюсь, но еще раз говорю, что достаточно сложно разыграть два мяча Шарипов терялся согласие Но таким полям придется играть не только Воронежа Правильно, это вторая лига, зону заняться, не скажите Я думаю, что к следующей игре поле Воронежа будет уже хорошего качества Вот из этих соображений двое нападающих в габаритах мощных сегодня, да? Ну естественно, мы рассчитывали на это, я понимал, что потом мы играли в три защитника Потому что у одного нападающего было, кажется, немножко в атаке лидковато Вот я выписывал на нападающих, немножко скрыли, торопился я с ним, как говорится, он еще не готов Мы пытались флангов скрывать за счет, нежели скрыли, но еще долго разыгрывали мяч в сопернику стоял садиться у Воронежа Ну нежели вторую, сегодня не лучшую игру Не лучшая игру, но чудес не бывает Все-таки много пропустил, еще не так давно готовится Но еще раз больше, только При долгом розыгрыше, когда мяч медене приходится, соперники стали перестраиваться, в общем, закрывает вся зона Да вы если обратили внимание, вышел Соколов сразу первая подача Простая подача такая Прилог попадания в штамп Что тут играть надо будет только так Некрасиво, эстетично надо так Я все это понимаю Я сам люблю футбол, хороший, комбинационный, техничный, но... С учетом ситуации, в которой мы оказались, очки важнее качества На данный момент Будет и качество Юрий Котанцев хотел вопрос задать Да Санников, вынесли его серьезно? Небольшая, небольшой ушиб, я думаю, что ничего серьезного нет Серьезно другое, что Сальников имеет 3 карточки, стал 4 Бекет имеет 3 карточки, стал 4 Вот это серьезно С первой игроки остался? Ну, карточки переносятся из той команды, где он играл У нас много игроков, в общем-то, человек группа Человек семь игроков, которые имеют прикарчат И вновь прибывшие, и кто здесь, основательно, был Устроив все Погребняк Ну, Квитич будет вставить Сальников? Ну, он будет и к следующему его вставить Это не проблема, просто он ее пропустит Я тебя беру Она будет дисквалификацией Альтан, что в первом и во втором тайме, если бы он показал, что у нас защитники два, три раза, как-то не согласован То есть, удобно надеялись То есть, удобно надеялись, это как-то описывали Футболистов Они говорят там, где не надо, а где надо не говорят Это у нас золи, ну, про все Альтан Редактор субтитров А.Семкин